Сегодня в Чебоксарах дали старт форуму Relav Expo в трехдневной деловой программе, круглые столы, конференции и выставка достижений. Какой прорыв производители электротехники совершили за последние годы? Подробности у Дмитрия Ковалева. Интерес к форуму Relav Expo растет. Здесь заключают новые контакты и обсуждают задачи на годы вперед. Символично, что в этом году Relav Expo проходит на базе крупнейшего производителя электротехники. Выставочные площади форума становятся больше. Своей разработки потенциальным партнерам презентуют предприятия из Чебоксар, Казани, Екатеринбурга и Москвы. Экспонентов более 30 потенциальных заказчиков порядка 800. С разработками приехал познакомиться и глава региона. На стендах и уже проверенные в работе электроустройства и инновации. Для нужд отрасли в Чебоксарах выпускают и программы защиты от кибератак. На экране показана система внучения вторжения в лаборатории Касперского. Вот тут есть рекламный ролик, а вот это интересно. То есть он показывает сеть. То есть информационные устройства. То есть на нормальном объекте, нормального СТП новых устройств быть не должно. Все они должны штатно функционировать, между собой взаимодействовать. Простой вопрос задан. Захотят, так или, обеспечить любой город, в любом регионе. Устройство блокировка обеспечивает? Если будет создана система информационного запаса, это обеспечивается. От внештатных ситуаций энергообъекты защищают реле и шкафы автоматизации. Свою продукцию предприятия республики поставляют во многие регионы страны и за рубеж. Есть тепловая электростанция. Задача тепловой электростанции обеспечивает выработку тепловой и электрической энергии. На этой электростанции стоят турбины, насосы. Всеми этими агрегатами надо управлять. То есть мы строим диспетчерский пункт. Верхний уровень. Вот как показывают. Наша система контролирует работу всех агрегатов. Перспектива за интеллектуальными сетями. Если два года назад участники форума только обсуждали планы цифровизации, то на нынешнем Релав-экспо предприятиям было что показать. Оценивать продукцию в Чебоксары приехали и представители федеральных корпораций. Самая главная задача – это сохранение надежности работы энергосистем. Немаловажной задачей при внедрении всех цифровых технологий также является и обеспечение кибербезопасности. Что мы уже видели на примере Венесуэлы. Поэтому это тоже немаловажный аспект. Тем мысли, те проекты, которые еще несколько лет назад были только на бумаге в виде каких-то научно-исследовательских работ, они уже здесь представлены в железе. Уже представлены в виде промышленных образцов, готовых к применению. К массовому применению. Задача предприятий республики – нарастить объемы продаж за рубеж. Глава региона отметил, что новые возможности перед производителями электротехники открывают национальные проекты. Спрос на продукцию будет расти. Государственная политика направлена на создание благоприятных условий отечественным товаропроизводителям в сфере энергетики. Надо, конечно, конкурировать нам все вместе с мировыми компаниями. В конкурентной среде заказчики находят своих потребителей. Доля организаций отрасли на российском рынке электротехнического оборудования, микропроцессорных изделий, релейной защиты, автоматики. В целом город Чебоксары занимает достойное место. Сильная сторона республики – электрокластер. В его составе 29 предприятий. На российском рынке доля местных производителей автоматики и реле превышает 40%. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.